Здравствуйте! Ну что, как вам новости? Последний перл Астахова из беседы с детьми, выжившими после трагедии в Карелии, довел отношение общества к его персоне до точки кипения. На сайте Change.org появилась петиция с требованием отставки уполномоченного, набравшая за сутки почти 150 тысяч подписей. Однако волну негодования, захлестувшую средства массовой информации и социальные сети, а затем и сознание людей, еще в 2015 году первым предвосхитил тогдашний сенатор от Архангельской области Константин Добрынин. И вот почему. Нахальная улыбочка и вопрос, как поплавали, далеко не первый прокол уже почти экс-уполномоченного. Он уже позволял себе и оправдывать браки с несовершеннолетними девочками, правда, с его точки зрения это нормально лишь в том случае, когда второй молодожен, престарелый высший чиновник МВД. Называл 27-летних женщин сморщенными, опять же постфактум виновато извинялся и признавался всем в любви, оспаривал необходимость бэби-боксов, называя их чуть ли не планом по истреблению русской нации, опять-таки умалчивая о том, что уже на тот момент они успели спасти жизни 36 малышей, и всей душой ратовал за принятие закона Дима Яковлева, запрещающего усыновление российских сирот американцами. Хотя за пару месяцев до того лично Астахов курировал подписание соглашений наших стран об усыновлении детей. В общем, пристально присмотревшись к этому персонажу и его деятельности на посту уполномоченного по правам детей при президенте огромной страны, складывается впечатление, что работал он не для детей, не для защиты их прав, а для себя, молниеносно реагируя на изменения политической конъюнктуры. Именно об этом пытался сказать обществу сенатор Константин Добрынин. В 2015 году он обратился в Генеральную прокуратуру, пытаясь разобраться в том, почему детский обмунсмен не отвечает на его запросы. В частности, Добрынин интересовался, почему жители России не могут обратиться к Астахову лично, на сайте чиновника не была предусмотрена возможность отправки ему обращения, почему Астахов не отчитывается о своей работе, какими законами регулируется деятельность чиновника. Добрынин намекал, что никакими, и перенятие их тем же Астаховым не инициируется. Добрынин пытался получить объяснение и по закону Димы Яковлева, когда Астахов сначала был за узнавление, а после появления соответствующего законопроекта резко стал против. Но ответы на эти вопросы сенатор не получил. Это и послужило поводом для обращения в Генпрокуратуру, которая, впрочем, ничем помочь Добрынину не смогла. Обществу и федеральным властям потребовался еще год для того, чтобы понять, что Павел Астахов и впрямь находится не на своем месте. То, о чем Константин Добрынин говорил еще год назад. Волну общественного недовольства не смог сдержать ни самополномоченный, ни администрация президента. В результате Астахов был вынужден уйти в отпуск, как говорится, с последующим увольнением. Впрочем, это как раз та история, где вроде бы главный герой как раз не является главным. Смысл ее куда шире. Она ярко иллюстрирует то, что происходит, когда высокую должность, автомобиль с мигалкой и чиновничьи привилегии получает не профессионал, который способен что-то изменить в порученной ему сфере жизни, а тот, для кого куда важнее самолюбование и, что называется, раздувание щек на экранах центральных каналов. И, к сожалению, Павел Астахов не единственный пример таких специалистов. В кавычках. Их полно и в Москве, и в Архангельске, к сожалению. Фамилии называть мы не будем. Пусть каждый из вас сам составит собственный рейтинг из тех, кто еще не доплавался. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин